Почти каждый россиянин сталкивался с телефонными мошенниками. За 8 месяцев 2023 года правоохранительные органы зарегистрировали более 200 тысяч таких преступлений. Это на 40 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Людей убеждают раскрыть персональные данные, сообщить номер банковской карты или цифровой код из смс. Потерпевшие оформляют кредиты, продают недвижимость. Есть одно но. Жертва делает все сама. В здравом уме и памяти. Современные технологии позволяют защитить электронные ресурсы. Но как же быть сознанием людей? Попробуем в этом разобраться. Это программа «Город С» и я, Галина Топилина. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях член общественного совета при главном управлении МВД России по Самарской области, командир Самарской добровольной народной дружины, руководитель ассоциации цифровой безопасности Иван Андрианов. Иван Павлович, здравствуйте. Сразу же с места карьер вопрос. Как взрослый, образованный, здравомыслящий человек, которого из каждого утюга предупреждают и рассказывают про мошенничество, про телефонное мошенничество, ведется на это, когда сталкивается? В какой момент отключается здравомыслие? Ну давайте разберем по порядку все это. Во-первых, то есть телеком мошенничество, то есть так же, как и мошенничество обычное, контактное, они в принципе построены на том, чтобы создать состояние управляемого стресса и в таком состоянии бессознательное, как это говорят в ряде, скажем так, ведомственной литературы, бей или беги. То есть у человека в состоянии стресса, так же, как у ряда, то есть живых организмов, есть несколько реакций. Реакция агрессии ответная, она встречается не у многих людей, а в основном встречается состояние ступора и состояние, скажем так, желание покинуть это место, быстрее решить вопрос и выйти из состояния ступора. Так как это бессознательное, то есть в данном случае какие-либо знания, сознательные моменты, связанные с анализом, то есть все эти мыслительные функции не работают. Поэтому в таких ситуациях самое главное, то есть это стрессовая устойчивость. Это стрессовая устойчивость и тот момент, когда человек прибывает в состоянии стресса, он должен максимально себя вести таким образом, чтобы выйти из состояния без принятия каких-либо решений. То есть для начала человек должен выйти из состояния стресса, либо покинуть это место, либо завершить контакты с теми людьми, вследствие которых это состояние возникает. Переключиться на что-то, поговорить с каким-то человеком, найти себе собеседника. Если как бы тяжело работать именно то есть системно, ну просто переключиться, позвонить кому-то из родных, из близких, с коллегой по работе. Отвлечься от этого состояния, переключиться и проанализировать ситуацию, что произошло. Но не принимать никакие решения, тем более связанные с финансовыми операциями. Здесь же очень важно как бы понимать тот момент, что у нас часто говорят про хакеров каких-то, про какие-то взломы, скажем так, банковских систем. Но надо отличать кражу от мошеннических действий. Когда происходит кража, и это будет на совести той финансовой структуры взлом или доступ, который будет осуществлен. И гражданину практически в большинстве случаев будет компенсировано 100% потери его денежных средств. Если же это будут мошеннические действия, когда человек сам совершит все эти действия, и нарушит в том числе, как правило, пункты практически всех банковских договоров, которые не позволяют персональные коды доступа, электронно-цифровые подписи, карты и так далее, пароли, логины передавать третьим лицам. Поэтому нарушение этого пункта договора сразу же ведет к невозможности компенсировать средства и оставить все это на совести самого гражданина, клиента этого учреждения. Это очень важный момент, поэтому стоит задуматься. Еще один момент такой серьезный, который почему-то выпадает из поля зрения, что у нас не силовые структуры, которыми часто представляются, не важно, банк даже сам, даже реальный специалист этого банка, он не может иметь доступ к ключам, потому что это ключи, это фактически как ваша подпись. У вас не может сотрудник попросить вашу подпись. Также он не может подпросить ключ доступа. Если какие-то процессуальные действия понадобятся силовым структурам, они их проведут, не спрашивая у вас никаких кодов доступа. И они вполне определенные в рамках Уголовно-процессуального кодекса, определены в рамках регламентов, поэтому здесь не потребуется ваше участие. Если даже это реальные какие-то правоохранительные органы по какому-то вопросу вас беспокоят, они вполне в состоянии прислать вам повестку и назначат у себя на территории, скажем так, опрос или допрос по интересующим их вопросам. Поэтому здесь все достаточно четко. И вот момент, когда происходят такие ситуации, они могут комбинироваться совершенно в разных вариантах схемы, и сам разбор схем ни к чему не проведет. Человек послушает, он их будет знать, он будет их постоянно слышать с телевизора, читать эти памятки. Но в момент, когда с ним произойдет стрессовая ситуация, в зависимости от его эмоциональной, скажем так, внутренней напряженности или в зависимости от его стрессовоустойчивости, он будет реагировать. Может быть такая ситуация, вот я вам приведу пример. Один знакомый, достаточно молодой человек, занимается коммерческой деятельностью, естественно, не то, что слышал про мошенников, как бы, то есть, и пользуется современными средствами оплаты, и, как бы, все, звонит, говорит, что вот, мне кажется, меня обманули только что мошенники. Я спрашиваю, ну а как это произошло? Он говорит, ну я это понял, когда только последнюю купюру в банкомат опускал. То есть, состояние определенного стресса, его там практически два часа раскручивали, накручивали, создали определенную ситуацию, в которой они знали определенные данные, причем не связанные там с правоохранительными органами, и все. Человек в таком состоянии, он принял неверное решение. Когда у него стресс немножко ушел, он тут же понял, да, это мошенники, конечно. То есть, здесь момент именно психики. Здесь соцтехнология, социнженерия, конечно, работает, но она построена вся на эмоциях. На эмоциях, когда эмоциональная составляющая, когда создается управляемый стресс, в этом состоянии человек не способен принимать критические решения. Это у нас программа только началась, а мы сразу сходимся в правду. Это как бы сразу, я как бы сразу отточковываю этот момент, он самый важный. Как к этому защититься эффективно, как подготовиться? Есть огромное количество методик, но они, как правило, не гражданского применения, но они как бы есть и... Ну, давайте об этом немножко попозже, да, а то мы сразу все расскажем. Давайте определимся в терминологии. Мошенничество, телефонное мошенничество, это одно и то же или нет? Или, может быть, телефонное мошенничество, это какой-то самостоятельный, вот сейчас, вид деяний и ответственности? Регулирование или в рамках смыслового. То есть в рамках расследования телекомомошенничества и, скажем так, схема организации этого преступного сообщества, как правило, она, да, действительно отличается. Но с точки зрения квалификации, как правило, телефонное мошенничество квалифицируется как 159-е мошенничество. Если мы говорим о фишинговых сайтах или продуктах, которые сделаны мошенническим путем завладеть, например, данными или перевести ваши денежные средства, то это может квалифицироваться как 159-е, прим 6-е, это в сфере компьютерной информации. Ну, то есть не стоит тоже путать, что если путем диалога через мессенджеры или через соцсети происходит, допустим, по сути, обычный вид мошенничества не будет квалифицироваться как компьютерной информации, в сфере компьютерной информации. Если говорить о телефонном мошенничестве, мы можем рассказать, что это за цепочки, как это обычно работает, как это происходит? Обычно это работает настроенная структура, колл-центр с IP-телефонией, то есть технически это оформляется. IP-телефония сделана через подложные сервера с возможностью подмены номера. Сегодняшним законодательством, в принципе, регламентирован запрет подмены номера, поэтому в данный момент граждане уже могут видеть подложные номера, то есть на отдельных телекомах. Осталась проблематика с небольшими, то есть большая четверка, скажем так, Мегафон, МТС, Билайн и Теледва, то есть они, в принципе, уже запреты поставили и показываются номера реальных мошенников. Как правило, эти номера с ближайшего государства, с которым у нас конфликтные отношения, и это играет на руку мошенникам с точки зрения невыдачи преступников, которые могут быть, в принципе, установлены, но выданы быть не могут. То есть, получается, даже если звонит знакомый номер, который есть уже в списке, в телефонном, это тоже может быть как-то вот подделано? При помощи специального оборудования, программных средств, возможно, вписать в исходящий звонок любой номер, даже номер самого респондента, потому что фактически звонок идет по другому номеру, а это лишь отображение номера. То есть это не звонят с подложного номера, ну, как такового, технически, это происходит индикация. То есть, в принципе, IP-телефония дает такие возможности. Другое дело, что и телекомы могут блокировать это и показывать реальные номера или не пропускать звонки с подложных номеров. Понятно. То есть, в принципе, если быть внимательней, в ряде случаев мы видим номера с иностранным, скажем так, кодом доступа. Что говорит однозначно о том, что этот звонок вам не нужен. Мне встретилась информация о том, что в прошлом году Банк России составил портрет гражданина, который наиболее подвержен обману. Это вот так вот выглядит, что это работающий мужчина со средним уровнем дохода и средним образованием в возрасте от 25 до 44 лет. Он проживает в городе и активно пользуется банковскими онлайн-сервисами. Так ли это? Ну, честно говоря, я не знаю. Если, в принципе, этот банк делал выборку по клиентам обманутым у них, то, возможно, они могут сделать действительно какой-то точный. А вообще есть какой-то портрет, категория? Я сейчас говорю к тому, что если они статистику собирали по своему банку, что у них в банке вот так вот обманывают, ну, возможно, эта статистика имеет под собой какие-то реальные факты. Что вы можете сказать? Если говорить о методе самом обмана, то ему, в принципе, могут быть подвержены любые группы. Тут вопрос, как он будет простроен. И плюс надо понимать, что вот сейчас, с недавнего времени, в принципе, в этих колл-центрах построено это на потоке. То есть они не сидят там, великие психологи и манипуляторы. Там работают по определенному скрипту. То есть если человек сразу, по определенной схеме, скажем так, схеме с четко выверенной последовательностью, потом эти колл-центры, там система качества, если они определяют, какой из операторов, насколько качественно работает. Поэтому они работают достаточно, ну, скажем так, с напором, напором берут, напором и определенной схемой. То есть если человек сразу же, скажем так, кладет трубку или дает определенные признаки того, что он не попадает на их манипуляции, они просто переходят к следующему. И они больше не будут звонить ему? Как правило, нет. Как правило, нет. Определяют они, естественно, по определенным факторам. То есть человек вступает в диалог, человек там делает какие-то паузы, он задумался, то есть у него пошла обратная реакция. То есть у него как-то изменения какие-то в интонации, в голосе и так далее. То есть здесь, ну, это такие простые вещи, то есть это не работа каких-то специальных служб. То есть здесь достаточно простая схематика. Ну вот расскажите о ней. И большая выборка. Я вот про нее и рассказываю. Как это работает? Как человек вводит в состояние контролируемого стресса? За счет чего? Подбирается определенный момент, который для него важен. То есть одно время были популярны, да, ваш родственник попал в беду. Есть схема, допустим, работающая на когнитивную систему в основном. То есть это когда звонят, например, в трубку, убеждают, что там пожилой человек на другом конце. И просто плачут и просят деньги. Говорят там, мама, мама, пришли денег. Я болею или я попал в аварию. И в ряде случаев люди даже, на что это ориентируется? Люди понимают, они звонят, допустим, пожилому пенсионеру, а у него, допустим, нету дочки, только сын. Но она понимает, то есть там создается определенная такая обстановка эмоциональная, что человеку плохо. Если человек добрый, он может помочь. Здесь, то есть, момент строится вот на эмоциональной составляющей. Есть строится на том, что люди достаточно законопослушны и готовы, допустим, сотрудникам каких-то ведомств, банков, сообщить свои данные. Вот откуда они знают этих людей? Они их не знают. Они их не знают и совершенно не обязательно знают для этого. здесь как бы вопрос идет простейших манипуляций. В некоторых случаях как бы идет просто достаточно уверенная, уверенная, скажем так, атака психологическая за счет того, что человек немножко, немножко уже готов контактировать. Здесь же все очень просто, как и в обычной жизни, как и в контактных моментах. Если человек готов слушать, с ним уже можно работать. Если человек не готов и сразу как бы отсекает контакт, то уже как бы дальше вот это вербальное общение, оно может и не построиться. То есть самый верный метод это положить трубку? Положить трубку, конечно. Ничего страшного, если у вас возник какой-то вопрос, вы считаете, что может быть какая-то проблема с вашими финансовыми средствами, придите в банк, обратитесь, узнайте всю подоплеку, если там что-то действительно есть. Если никаких проблем не существует, то и смысла нет говорить. У нас как бы в области были случаи, когда к одной пенсионерке звонили мошенники, и пришел уже участковый, и пришла дочка, и она вот не открыла, пока она не перила деньги, и никакие, то есть моменты не подействовали. Как правило, опять же, это о чем говорит? Это говорит о определенных моментах, связанных с, ну скажем, с принятием решений, что человек как бы, ну считает, что он должен принять решение по определенному моменту именно самостоятельно. То есть это определенные, скажем так, да, связанные уже больше с такими моментами, ну скажем так, характера, какими-то определенными комплексами. То есть сознание все-таки не включается, они работают на каком-то подсознательном уровне, а вот... Ну это манипуляция, манипуляция на эмоциях, всегда эмоция, это всегда манипуляция. Когда эмоции преобладают, тогда не работает сознание. Всегда, даже в обычной, то есть в информационной деятельности, в обычной подоплеке журналистов, то есть как называют до желтой прессы, то есть это всегда, когда информация преувеличивается, когда заголовки не соответствуют содержимому. Это тоже обман. То есть везде, где пытаются вызвать у вас излишние эмоции какие-то, это всегда обман. Мне попадалась информация о том, что сейчас банки уже не используют метод через телефон общения со своими клиентами, как раз вот в цели, чтобы минимизировать телефонные мошенничества. Так ли это? Или все-таки... Ну, я не могу отвечать за банки, да, то есть как бы... Ну, работа какая-то ведется. Я могу сказать, что, во-первых, работа в банках ведется не с точки зрения звонить или не звонить клиентам, они по ряду случаев с его техническим оснащением давно работают уже практически в автоматическом режиме большинства банков. Наверное, тут другой момент. Банки сейчас работают активно с правоукорительными органами, активно работают по задачам Центробанка. И выявление движения по определенным счетам денежных средств. И инструктируя сотрудников банков в офисах на местах, которые в случае, если по определенным маркерным, скажем так, визуальным и причинным маркерам, они видят, что человек, по всей видимости, общается с мошенниками и пришел в банк в таком состоянии, то они могут определенными действиями, в том числе, скажем так, оттянуть время, вызвать полицию, заблокировать ему счет. Причем, в принципе, без его естественного ведомства. Родственникам сообщить. Родственникам сообщить. Такие случаи есть положительные, когда приходят люди и там отдельно взятые сотрудники и банк, операторы, зала реагируют на это, оттягивают время, потому что они напрямую не могут запретить сделать это человеку. То есть там в поне того, что там отключают банкоматы и так далее. То есть говорят, что техническое обслуживание и ждут, когда приедут сотрудники правоохранительных органов. У меня тут дальше шли вопросы о том, что может быть красным флагом, что понять, что со мной разговаривает мошенник или как включить все-таки сознание и выйти из этого. Но я поняла, что сам человек уже это сделать не может. Нет, ну почему? Смотрите. Кто-то сторонний может разуметь. Должны быть красные линии у вас. Красные линии – это то, что с вами в принципе решать какие-то вопросы по финансовым средствам, по телефону либо по интернету никто не может. Тем более сотрудники как банк, так и правоохранительных органов. Никаким образом. Вы просто еще раз представьте, что вот эта вот электронно-цифровая подпись, либо коды перевода там с карточек, либо ваша реальная подпись. Это все одно и то же. Это средства идентификации и подтверждения по утяжу. Это хорошая аналогия, да. Подтверждение по утяжу. Что-то не просто. Для того, чтобы им какие-то делать, там защиту какую-то производить, какие-то варианты свои там производить в банке, структуры или там с денежными средствами внутри банковской системы, они это производят и так. В случае, если вы третьим лицам передадите, скажем так, инструменты, которые отвечают за подтверждение по утяжу, банк уже ответственности нести за это не будет. Соответственно, произойдет факт мошенничества, мошеннических действий. А насколько велика вероятность задержания вот этих злоумышленников и есть ли какие-то данные об этом и по возврату денежных средств тоже? Вот иногда, да. Очень часто граждане путают момент, что если он будет задержан, то средства обязательно будут возвращены. Это не совсем так. То есть, во-первых, ряд мошенников, ряд мошенников, они предусмотрительно эти средства перебрасывают не себе куда-то в кошелек, а в какие-то, скажем так, альтернативные места хранения денежных средств. В том числе это какие-то могут быть поставные карты, какие-то криптовалюты и так далее. Во-вторых, надо понимать то, что организаторы, если мы говорим про телеком мошенничество, в основном находятся вне юрисдикции Российской Федерации. И то, чем они занимаются и организация этого вопроса, она находится за пределами Российской Федерации. Установить можно, куда ушли деньги, вернуть их оттуда нельзя. А с точки зрения задержания, обычно на такой цепочке криминальной задерживается обычно последнее ее звено. В случае, допустим, с людьми пенсионного возраста, теми, кто не может оплачивать это онлайн или делать переводы самостоятельно, присылают курьеров. И вот курьеры, которые забирают деньги у пенсионеров для того, чтобы их переслать мошенникам, с большой долей вероятности задерживаются. Я не буду говорить, что всегда задерживаются, но так как это, как правило, люди, проживающие на этой территории, они задерживаются достаточно в короткий промежуток времени. И большое количество, вот я знаю, в Самарской области по территории Тольятти задержаний курьеров таких и, естественно, возврат средств. И опять же, такой момент интересный, то, что если бы молодые люди, вот сейчас пользуясь как бы возможностью в передаче, сказать, молодые люди, немолодые люди, те, кто хотят поучаствовать в таком криминальном событии и вовлечься в преступную деятельность, они должны понимать, что вот в данной роли вся тяжесть наказания ляжет на них, они будут задержаны с большой долей вероятности, практически сто процентов. Никуда ни с территории, всех неданные будут известны, то есть везде их не будут как бы соответственно, везде стоит видеонаблюдение, это не какая-то, то есть это не блеф со стороны как бы правоохранительной системы, есть видеонаблюдение, везде будут взяты как бы отпечатки и свидетели, то есть и сам человек выступит свидетелем, поэтому это контрпродуктивно, не говоря уже о том, что это преступно как бы нехорошо, но сейчас время сложное, не все понимают слово плохо, поэтому приходится объяснять некоторые нюансы экономической нецелесообразности заниматься этим, потому что они оставляют себе небольшой процент, а компенсировать они будут всю сумму плюс уголовное преследование, поэтому здесь в данном случае это будет очень невыгодно, работать будут долго, в тюрьме платят мало, вот, поэтому надо понимать как еще более доступно, это объяснить я честно говоря не знаю, потому что я не понимаю, чем руководствуют эти люди. Какие еще схемы распространены в интернете, в социальных сетях обмана людей? Ну, огромное количество есть, есть еще мошенничество, мошеннические схемы для молодежи, это всевозможные инвестиции, всевозможные инвестиции, как говорится, тематика финансовых пирамид никуда не ушла, просто молодые люди, всевозможные моменты с криптовалютами, мошеннические действия, просто банальные кражи, то есть это все очень распространено. С финансовыми пирамидами тоже я хотел бы отметить такой момент, я не знаю, почему, кстати, этим инструментом не пользуются, у Центробанка есть великолепный реестр, называется реестр организаций с признаками финансовой пирамиды. Я вам хочу сказать, что вот по опыту минимум где-то вот за полгода, даже иногда за год бывает ряд организаций, которые обладают такими признаками финансовой пирамиды, до еще попадания в уголовное преследование, о них информация у Центробанка имеется в открытом доступе. Просто наше законодательство гласит о том, что пока нет потерпевших, пока уголовные дела не заведены, естественно, говорить о том, что это мошенники, никто не вправе. Поэтому там большое количество, там есть над чем и сейчас посмотреть, и то есть по текущим организациям. Даже бывают интересные случаи, когда Центробанк вносит объективно эту организацию в реестр вот таких вот с признаками финансовой пирамиды, и эти признаки Центробанк контролирует совместно с такой организацией, как Росфер Мониторинг, это финансовая разведка, они отслеживают движение денежных средств и могут достаточно точно сказать, что средства, например, не инвестируются в какие-то проекты, а просто выводятся. Давайте в завершение дадим нашим телезрителям какие-то рекомендации, как защитить себя, как защитить близких от таких вот мошенничеств, от телефонных мошенничеств, что можно сделать? Во-первых, сохранять самообладание, то есть когда вы чувствуете, что на вас оказывается давление, это не только касается телеком мошенничества, любых мошеннических действий, которые сейчас большое количество и контактных мошенничеств, и есть такой, скажем так, микс полиморфированный, когда и через интернет, и очень работают мошенники, вот, всегда все мошенничество строится на введении в заблуждение, введение в заблуждение, либо путем доверия, то есть все вот эти моменты, они всегда работают тогда, когда человек погружен вот в этот процесс, погружен в эмоции, все очень просто, почувствовали какое-то давление, вас пытаются ускорить, принять решение, вас пытаются с вас получить какую-то информацию, или сподвигают вас к очень необдуманному, быстрому принять вопросы по оплате каких-то, переводу денежных средств, все вот это признаки, ну, скажем так, может быть, еще не мошенничества, но каких-то манипуляций, надо взять паузу, подумать, посоветоваться с людьми, которые посмотрят на ситуацию со стороны, близкие, родственники, просто даже коллега по работе, и он немножко в этот момент именно эмоционально спадет, и сам человек примет верное решение, потому что надо понимать, что достаточно серьезными деньгами совсем глупые и неадекватные люди не обладают, поэтому люди, которых обманывают, мошенники, они нормальные, объективно, грамотные, способные работать, то есть и зарабатывать деньги, то есть не стоит думать, что это какие-то глупые люди и очень доверчивые, это такие же, как мы все, просто здесь вопрос как бы какой специалист с ними поработал, именно поэтому и говорят, что не общайтесь, положите трубку, возьмите паузу, подумайте, пообщайтесь со специалистами, в том числе в финансовом секторе, переживайте за финансовые средства, ходите, успокойтесь, придите в банк, позовите руководителя офиса, вам никто не откажет, с вами поговорят, разъяснят ситуацию, в ряде случаев, я думаю, что эти вопросы будут решены. Благодарю, Иван Павлович, за рекомендации, за обстоятельный рассказ об этом явлении. Я хотела бы напомнить в разрешении нашего выпуска нашим телезрителям, что сегодня, 10 ноября, в России отмечают свой профессиональный праздник работники органов внутренних дел и все причастные к этой отрасли. Но мы надеемся, что после сегодняшнего выпуска наши зрители своей бдительностью и сознательностью немного уменьшат объем работы страж порядка, хотя бы в части телефонного мошенничества. Это была программа «Город С». Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова